Всем привет! И на этом уроке мы с вами разберем базовые пропорции тела, а также рассмотрим различия мужской и женской фигуры. Итак, на этом уроке мы с вами будем рисовать человека. Но для того, чтобы нам правильно нарисовать человека, нам необходимо узнать его пропорции и правильно расположить его на нашем листе. Так как мы будем рисовать мужскую и женскую фигуры, нам необходимо поделить наш лист пополам. Поэтому мы отмечаем одну засечку сверху, одну снизу, практически посередине. Так как это технические моменты, не обязательно, чтобы одна сторона была идеально ровной относительно другой. Поэтому отмечаем это все на глаз. Вот таким образом. Я использую карандаш фирмы Кахенор мягкостью HB. Это твердо мягкий карандаш. Советую не использовать слишком мягкие карандаши, так как они будут достаточно темные и их очень трудно будет стирать. Поэтому на первых этапах достаточно будет использовать карандаши мягкости HB либо H. Также нам понадобится стерка. И я использую лист для черчения формата А4 и граммовка 200 грамм. То есть он достаточно плотный. Итак, мы разделили наш лист пополам, по вертикали. Теперь нам необходимо поставить засечки, где у нас будет начинаться и заканчиваться наша фигура. Не рисуем фигуру в край, так как будет ощущение, что она у нас выпадает к нам на колени. И точно так же не рисуем фигуру в край сверху, потому что ей будет слишком мало места и будет ощущение скованности фигуры. И ей не будет достаточно много пространства для свободного движения. Поэтому мы отступаем приблизительно 1-2 см сверху и снизу и оставляем вот такие засечки. Стараемся их не делать сильно жирными, так как это все-таки техническая часть. И теперь от этих засечек мы тоже делим наш листик пополам. То есть мы проводим линию пополам. Что же это за линия? Эта линия называется осевой. Она нам необходима для того, чтобы мы смогли нарисовать нашего человека симметричным относительно одной стороны и другой. То есть мы проводим эту линию. Давайте выделю ее немного пожирнее. Если вы не можете сразу нарисовать прямую линию сверху вниз, вы можете повернуть лист и прорисовать линию так, как вам удобно. Для того, чтобы проверить еще ровность вашей линии, вы можете проверить ее от края. То есть мы представляем карандаш к краю и ставим пальчик там, где у нас начинается наша линия. И проводим до самого низа. То есть вот у меня немного сдвинуто. Таким образом на разных участках осевой линии я могу проверить, ровно ли у меня линия или она идет со сдвигами. Очень важна эта линия, чтобы она не шла у нас какими-то волнами, не шла вот так сверху вниз или наоборот снизу вверх. Не изгибалась как дуга. Дальше нам необходимо разделить нашу осевую линию пополам. Мы ставим примерно засечку посередине. И теперь нам необходимо измерить одну часть относительно другой, так чтобы они были у нас ровными. Этот момент очень важен. Поэтому я беру карандаш дополнительный. Вы можете взять любой листочек, которым вы сможете померить. Прислоняю его к нашей засечке и началу линии осевой. И вижу, что у меня большое отличие. Значит у меня верхняя часть гораздо ниже, чем нижняя. Поэтому я отступаю немного и снова проверяю. Беру карандашик, ставлю пальчик там, где у меня заканчивается осевая линия. И у меня практически идеально ровно. Можно сдвинуть там на буквально пару миллиметров. Вы можете использовать, например, лист и на нем отмечать точно так же верхнюю часть и нижнюю. Теперь нам необходимо разделить пополам каждую из этих двух частей. Мы снова ставим засечку примерно посередине. Пока ставим на глаз. И теперь снова мы измеряем. Берем нижнюю часть относительно верхней. Видим, что нижняя немного меньше. Поэтому мы чуть-чуть совсем сдвигаем. Лишние линии мы сразу стираем. Берем снова карандашик. Проверяем. Так, отлично. И то же самое делаем с нижней частью. Проверяем. Все, здесь сразу точно попали. И теперь нам необходимо еще раз поделить каждую из этих частей пополам. То есть мы ставим засечку сверху. Проверяем. Совпадает. И теперь, так как у нас все части одинаковые, мы можем измерить верхнюю часть. Поставить засечку. Снова берем, проверяем. Вот таким образом. И сразу снизу прислоняем карандаш. И оставляем такую засечку кончиком карандаша. Вот таким образом. Снова прислонили карандашик. Теперь мы берем, делим пополам нижнюю часть. Проверяем. И ту же самую величину откладываем по всей нашей осевой линии. Таким образом, путем пошагового деления мы получили идеально разделенные на 8 частей нашу осевую линию. Для чего же мы разделили нашу линию на 8 частей? В идеале человеческое тело делится на 8 равных частей. Одна из этих частей у нас будет голова. Мы ее рисуем. Рисуем ее в форме такого яйца. Можем нарисовать сначала круг. И затем к нему подрисовать нижнюю часть. И получается, что мы все человеческое тело, все пропорции можем измерить с помощью одной величины. С помощью головы. Именно от этой величины мы отталкиваемся и можем измерить, докуда у нас идет, например, талия. Где у нас начинаются ноги. Где у нас будет локтевой сустав. Где у нас будут плечи. Какая будет ширина и так далее. И давайте мы сейчас с вами на практике это разберем. Вот мы с вами нарисовали голову. Так как мы пока начинающие, голова у нас может быть просто нарисована овалом. И в первой части мы ничего не прорисовываем. То есть мы не прорисовываем какие-то детали, например, на голове. По типу носа, рта, бровей и так далее. Мы ничего из этого не прорисовываем. Точно так же касается и остальной части тела. То есть мы не прорисовываем пальцы рук. Не прорисовываем какие-то нюансы. Нам сейчас важно понять, как идет у нас построение человека. И в чем отличие мужской фигуры от женской. Первую фигуру мы будем рисовать мужскую. Напоминаю. Вот мы нарисовали голову. Теперь нам необходимо отметить дальше шею. Шея составляет у нас по высоте. Это 1 третья от нашей головы. Вы можете отметить на глаз примерно. Если сомневаетесь, можете поделить на 3 равные части голову. Вот таким образом проверить снова. И взять одну из этих частей. Отложить как шея. Ну, либо же вы можете просто вот эту часть поделить на 3. Так как у нас везде одинаковая величина. Отметили, поставили засечку. Провели горизонтальную линию. Так как у нас у шеи есть толщина. Мы опускаем 2 вертикали вниз. Так, то что мы отметили не является у нас линия плеч. Линия плеч у нас немного ниже находится. Мы буквально на несколько миллиметров опускаем. И проводим еще одну горизонтальную линию. Итак, мы провели с вами горизонтальную линию. Теперь нам с вами необходимо узнать, какая же у нас будет ширина плеч. Конечно, это все может быть индивидуально. Если, например, человек, мужчина занимается спортом. У него плечи будут гораздо шире. Нежели чем у женщины, например. Даже если женщина тоже занимается спортом. Иногда бывает, что ширина плеч не зависит от, например, массы тела человека. То есть, если с детства был ребенок отдан, например, на какой-то спорт. И у мужчин плечевой пояс будет гораздо шире, чем у женщин. Как же нам проверить? Мы берем величину головы. Запоминаем, что это стандартная величина. Именно этой величиной мы меряем все остальное. И от центра, то есть от нашей осевой линии, мы откладываем влево величину головы и вправо. Для удобства можем просто поменять руку. Оставляем вот такие засечки. То есть, вот здесь у нас будет плечевой пояс. Почему мы отступили от нашей линии шеи? Потому что здесь у нас будут трапециевидные мышцы еще. Пока мы просто спускаемся. Если вы будете обращать внимание на человека, то вы увидите, что у нас все-таки плечи не идеально горизонтально расположены, а немного с наклоном. Здесь же у нас будут располагаться ключицы. Теперь нам необходимо отметить, где у нас будет талия, где у нас будут бедра и начинаются ноги. Линия талии у нас располагается на третьей части нашей головы. То есть, у нас идет раз, два, три. Вот здесь у нас будет располагаться линия талии. По ширине линия талии равна высоте головы. Но, опять-таки, это все индивидуально и может варьироваться в зависимости от того, какой образ жизни ведет человек и чем он занимается. То есть, каким видом спорта, например. У кого-то это будет шире, у кого-то, например, уже. Давайте мы возьмем величину головы и сделаем немного шире, чем наша голова. Здесь же у нас будет район пупа. Проводим горизонтальную линию. На этом же расстоянии у нас будет локоть. Давайте мы для наглядности проведем одну руку вниз. Далее у нас на четвертой части головы у нас идет линия паха. И затем у нас начинаются ноги. Наши руки, которые мы проводим вниз, заканчиваются на середине бедра. То есть, вся рука вместе с кистью заканчивается на середине бедра. А это примерно у нас получается раз, два, три, четыре. Пятая часть нашего человека. То есть, вот здесь у нас будет середина бедра. И здесь у нас заканчивается наша рука. Кисть начинается у нас чуть-чуть ниже, чем четвертая часть нашего деления. То есть, пока запоминайте все это по частям, по делениям. Так будет вам гораздо понятнее. И то же самое с другой рукой проводим вниз. Давайте мы здесь соединим, чтобы было более понятно. Теперь спускаемся вниз. Здесь у нас будет бедренная часть. И теперь нам необходимо прорисовать ноги. Давайте мы пока сделаем это все технически. То есть, мы спускаем треугольник в начало нашей осевой линии. Начало или конец кому как удобнее. Вот таким образом выглядит самое простое построение человека. Отметим здесь у нас начало кисти. Кисть будет чуть-чуть ниже бедра начинаться. Совсем чуть-чуть. Обратите внимание, что я ничего не прорисовываю. Потому что у нас идет техническое построение рисунка. Затем у нас линия колен. То есть, у нас получается раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шестая часть нашей фигуры. Конец шестой части. Здесь у нас будет линия колен. Примерно посередине наших бедер. От каждой из линий у нас крепятся ноги. Именно крепятся кости. То есть, вот таким образом мы спускаем вниз. И спускаем вниз до окончания нашей осевой линии. То есть, вот здесь у нас будут суставы. Пока обозначаем их такими кружочками. И спускаем вниз. Мы уже с вами отметили, что здесь у нас будут колени. Мы тоже можем их отметить вот такими кружочками. И, наверное, вы задали с вопросом, насколько широкие должны быть бедра, если это мужская фигура. У мужчин чаще всего плечи гораздо шире, например, чем бедра. Поэтому мы плечи оставляем широкими, бедра делаем чуть меньше. У нас получается вот таким полутреугольником. Такой трапецией. Итак, вот мы с вами отметили, где у нас будут ноги. Точно так же давайте мы отметим предплечье и плечо. Мы договорились с вами, что на уровне талии у нас начинается плечо и заканчивается предплечье. То есть, здесь у нас будет локтевая часть. Мы отмечаем вот такими кружочками. Здесь у нас будут плечевые суставы. Дальше спускаться вниз предплечье. И здесь наши руки мы отмечаем просто либо таким овальчиком и варежкой. Либо вы можете отметить это простыми геометричными формами. То есть, мы вот таким образом по прямоугольникам разбиваем нашу ладонь. Есть у нас ладошка, пальцы и большой палец. Вот таким образом. Теперь нам необходимо отметить ноги. Мы отмечаем их просто трапециями. И обратите внимание, что мы отмечаем не количество костей, которые у нас, например, в ногах или в локтях. Мы просто отмечаем, куда у нас технически приходят ноги и какой они у нас будут высоты. То есть, мы просто по пропорциям разбиваем нашего человека. Снова отмечаем трапецию снизу. И здесь у нас тоже будут суставы. То есть, вот так выглядит первая часть нашего человека. Теперь давайте отметим, где у нас будут располагаться ключицы, где у нас будет располагаться грудная клетка. И в чем ее отличие от мужской, от женской. Мы уже отметили с вами, что у нас здесь есть линия ключиц. И теперь от этой линии ключиц мы можем определить, где у нас будут находиться соски. То есть, мы спускаемся еще на одну линию ниже. То есть, второе деление. Все эти пропорции могут смещаться относительно того человека, которого вы рисуете. Мы рисуем по египетскому канону. Что это значит? Это приблизительный рост этого человека на 185 сантиметров. То есть, это среднее делосложение. Конечно, при индивидуальном подходе все это будет отличаться. Пересечение осевой линии и линии ключицы образует у нас еремную впадину. Именно от этой еремной впадины у нас тут ключицы влево и вправо. Также от этой еремной впадины мы нарисуем такой треугольник, который соединяет ключевой сустав и еремную впадину. Как раз таки здесь у нас будет место сосков. Делаем слева и справа. Получается у нас два одинаковых треугольника. И если мы поделим это расстояние, вот здесь у нас должны получаться одинаковые величины. Здесь, здесь, здесь и вот здесь. То есть, это расстояние у нас должно быть одинаковое. Затем чуть ниже мы спускаемся. Теперь мы рисуем грудную клетку. Мужчина, она выглядит вот таким образом полукругом. Когда будем рисовать женщину, вы увидите, в чем отличие мужской от грудной клетки от женской. Вот таким образом. То есть, здесь у нас образуется такой овал. Дорисовываем грудную клетку. Давайте теперь с вами нарастим немного мышц. Сначала отметим мышцы на наших руках. У нас есть дельтовидная мышца. Мы пока отмечаем это все просто овалами. То есть, вот такими обозначениями. Тоже берем среднюю величину. Все зависит от того, какая у вас фигура и какой натурщик. Затем мы отмечаем бицепс. Тоже таким овалом. Обязательно нужно вот этот вот профиль, рельеф, который у нас здесь образовывается, его нужно отмечать. Затем у нас идет предплечье. Там у нас лучевая и локтевая кости идут. Напоминаю, что мы прорисовываем не кости, мы прорисовываем направление. И затем у нас идет рука. То же самое мы делаем и с другой стороны. Отмечаем дельту. Отмечаем бицепс и место соединения лучевой кости и локтевой. Вот таким образом. И дальше у нас переходит рука в кисть и пальцы. Так, здесь у нас раскрытие грудной клетки. Затем мы переходим к рисованию ног. Здесь у нас тоже есть мышцы. И самое важное, это партняжные мышцы. Располагаются они вот здесь. Давайте мы нарисуем такими овалами сначала одну ногу. То есть от крепления ноги до коленов. И вторую ногу нарисовали. Вот они те самые партняжные мышцы, которые у нас идут через бедро и соединяются с коленом. Колено давайте отметим пока такими кругами. И прорисовываем икроножные мышцы. То есть мы под коленом начинаем их прорисовывать. Они здесь у нас тут на расширение тоже вот таким овалом. Любые крупные мышцы, которые мы прорисовываем, которые показывают нам рельеф, мы обозначаем овалами. Можно колено даже побольше сделать относительно такой ноги. Отмечаем мышцу и спускаемся к голени. И дальше у нас будет здесь стопа. То же самое делаем с рядом стоящей ногой. Икроножные мышцы. И переходим в голень. Вот таким образом. Здесь у нас происходит соединение. Тоже проведем горизонталь. Это зона вертела. Давайте немного здесь подредактируем. И давайте вернемся к голове. Разберем немного здесь. У нас здесь есть височная часть. Есть здесь скуловые кости. Вот таким образом. Идет шея. Дальше у нас идет трапециевидная мышца. Она тоже может быть увеличенной. В зависимости от того, занимается ли человек с портом. И переходит все в плечи. Вот таким образом. Здесь у нас ключица. Еремная впадина. Это самое простое построение человеческого тела. Разобрали мы на примере мужчины. Давайте теперь разберем на примере женщины. Чем же они отличаются. Если в мужской фигуре мы используем пропорции деления на 8 частей, то в женской мы используем 7,5 частей. То есть мы берем фигуру чуть-чуть ниже. Точно так же ставим засечки. Проводим осевую линию. Вот таким образом. Теперь нам необходимо разделить нашу фигуру на 7,5 частей. То есть мы провели осевую линию. И где же у нас происходит сокращение? Сокращение у нас происходит не в районе головы. Сокращение происходит в районе ног. Таким образом получается, что часть роста забирается именно от икроножных мышц. Если вы посмотрите, то у мужчин вот эта вот часть ноги, она гораздо больше, чем у женщин. Ну получается вот в половину головы одной. Мы берем те же самые параметры, как у мужчины. То есть раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И вот у нас остается часть. То есть у нас остаются все те же самые пропорции. Мы рисуем голову. В форме яйца можно нарисовать сначала круг. Затем у нас идет шея. Шея, помним, одна третья часть. Проводим плечевой пояс. Точно так же берем и откладываем по одной голове. Там чуть меньше у женщины, чуть меньше одной головы. Слева и справа. Так как у женщин плечи уже, чем у мужчин. Поэтому мы чуть-чуть их сужаем. Таким образом мышцы у нас идут в соединение. На третьей голове у нас заканчивается реберный свод. Вот здесь проводим горизонталь. Вот как раз таки у женщины талия. Если у мужчины у нас чуть больше головы было, то у женщины примерно как раз расстояние одной головы будет талия. Вот таким образом сможем соединить это все. Можно даже чуть-чуть уменьшить плечи. Так, затем у нас педра. Вот здесь у женщины, если у мужчин педра могут быть уже, чем плечевой пояс, то у женщины тазобедренный пояс может быть шире, либо равняться плечевому поясу. Давайте сделаем так, чтобы он равнялся таким образом. То есть тоже все зависит от пропорции фигуры. Разные бывают у кого-то больше, у кого-то меньше. Так, здесь у нас идет крепление ног чуть выше четвертой части. Две головы от таза. Это у нас нижняя часть колена. Так, отмечаем, где у нас будут начинаться ноги. Теперь мы переходим к рисованию коленей. То есть мы спускаемся, если у мужчины у нас было две головы от низа, как раз доходила линия до колена. Здесь мы спускаемся чуть ниже. И как раз таки идет вот это сокращение нашей икроножной мышцы. То есть мы спускаемся вот сюда, вот таким образом. Здесь у нас колено. И вот она как раз, вот эта зона под коленом. Икроножная мышца у нас как раз таки она забирает ту часть роста, которая была у мужчины. То есть мы здесь отмечаем ногу такой трапеции, колено, бедро. И то же самое делаем с правой частью. То есть мы сразу такую наращиваем массу, рисуем колено. И на вот эту осевую линию ноги под колено у нас икроножные мышцы. То есть мы таким овалом тоже можем отметить их. Вот таким образом. И получается, что у нас вот эта часть гораздо меньше, например, чем у мужчины. Хотя все остальные пропорции у нас практически одинаковые. То же самое у нас руки. Есть и дельта. Давайте мы проведем прямые. До середины бедра у нас рука доходит. У мужчин может быть немного ниже, кстати, чем у женщин. Снова до середины бедра. До середины бедра доходит у нас именно кисть уже полностью вся рука. Здесь у нас дельта, пиццепс, лучевая, локтевая. Тоже отмечаем такими овалами. И здесь у нас уже идет барышка руки. Локоть точно так же у нас находится на талии. То есть это получается окончание третьей части. Вот таким образом. Если вы будете рисовать, например, что нога будет в повороте. То есть вы здесь будете видеть ногу вот так. И тогда, конечно, нога будет поворачиваться. Икроножная мышца будет вот здесь. Колено уже будет вот здесь уходить. Будет немного другой поворот ноги. То есть здесь уже будет видна кость. Она будет прямая. И будет происходить вот такой поворот ноги. Как определить, например, длину ноги? Длина ноги равна предплечью. То есть части от кисти до локтя. Вот эта часть. То есть в целом, если поделить правильно изначально женщину на 7,5 частей, мужчину на 8 частей одинаковых, то можно построить без труда обсудить нулевого человека. И здесь уже можем отталкиваться от того, у кого-то больше плечевой пояс, у кого-то уже талия, у кого-то шире бедра и так далее. И еще одно отличие, например, грудной клетки мужской от женской. Если у мужчин идет такая форма дуги, то у женщин наоборот, реберный свод, он как бы собирается вот таким образом. То есть мы вот здесь собираем это все. И наоборот, как бы идет у нас закрытие. Здесь у нас образовывается такой овал, а вот здесь у нас образовывается наоборот треугольник. И точно так же здесь прорисовываем мышцы. И прорисовываем у нас височная и скуловая кости. Итак, теперь мы с вами знаем основные различия мужской и женской фигуры и умеем строить по пропорциям. Поэтому скорее выполняй практическое задание и переходи к следующему уроку.